Пошли в отказ или просто запутались в собственных показаниях. Сегодня в Омском районном суде допросили свидетелей по делу о ДТП на Сарапятском тракте, в результате которого больше года назад погибли 16 человек. Показания давали водители 4-го пассажирского предприятия, которому принадлежал автобус, столкнувшийся с КАМАЗом в июне 2015 года. По необъяснимым пока причинам, все 4 свидетеля практически полностью изменили показания, которые давали во время следствия. В частности, водители ПТП номер 4 уверяли суд, что перерабатывали исключительно по собственной инициативе и без принуждения руководства, хотя год назад говорили прямо противоположное. Серьезные противоречия возникли и в количестве часов, которые сотрудники предприятия отработали сверхурочно. По словам самих водителей, переработка составляла не больше 30 часов в месяц, а вот по данным трудовой инспекции, у некоторых она была и все 460. Но причины, конечно, могут быть разные. Возможно, прошло уже действительно год, прошло достаточное количество времени, возможно, водители просто забыли свои показания, в связи с чем мы их оглашали в связи с противоречиями. В принципе, когда мы исследовали акт проверки трудовой инспекции, водители все согласились, действительно была переработка и действительно была в таком количестве, в котором указано в акте проверки. В связи с противоречивыми показаниями страна защиты ходатайствовала о приглашении в суд следователей, которые допрашивали свидетелей и его удовлетворили. Напомню, на скамье подсудимых директор 4-го ПТП Александр Черталяс и начальник автоколонны этого предприятия Валерий Коченевский. Они обвиняются по статьям нарушения требований охраны труда и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Следующее слушание 21 июля.